здравствуйте друзья вы на канале развиваемся вместе в диджитал сегодня у нас на обзоре программа twin motion для создания визуализации в реальном времени с помощью гпу на анриал энджине движке то есть просто шик сейчас вам все покажу и так давайте запустим программу давайте начну просто с обзора шаблона далее создадим сцену в 3ds max и и здесь поэтапно тоже все соберем и так давайте нажимаем файл демо сцена открываем и давайте растянем изображение вот так это выглядит мы сейчас пробежимся по демо сцене все источники света тени отражения все в реальном времени кстати статистика также присутствует ее можно смотреть здесь как видите у меня везде 60 fps выдает но ограничение на 60 стоит потому что включена вертикальная синхронизация у меня видеокарта nvidia 3070 и так давайте вернемся в полноэкранный режим посмотрим допустим на машину посмотрите вот здесь у нас такая зеленая зона люди люди имеют анимацию поверхности очень прикольные посмотрите здесь принципе сделал как музей с разными материалами очень круто все выглядит есть эффект блюма до засвета кстати здесь еще есть допустим огонь мы с вами потом посмотрим вот такие вот смотрите красивые стекла у нас на примере можно стекло через стекло посмотреть и все в реальном времени обрабатывается такие покрытия для крыш кстати в самом твен моушене уже много всяких объектов которые мы с вами тоже будем использовать вот так выглядит кирпич я думаю это вызывает прям вау-эффект все в реальном времени и достаточно классная картинка для визуализации вот такого вот интерьера плитка тоже очень классно обратите внимание как видны отражения и так давайте откроем 3ds макс и создадим простенькую сцену я сделаю вот такие вот типа ступеньки будут раз через shift переношу наверх копе и давайте сделаем меньше например 350 на 350 а здесь 370 на 370 более точное значение сделаем вот такие у нас получается две ступеньки на этих ступеньках у нас будет определенный бокс давайте сделаем такой вид и сделаем ортографический делаем бокс вот такой и через shift я дублирую чтобы этот бокс потом внутри прорезать через модификатор буллин давайте здесь сделаем 300 на 300 переносим вот сюда немного ниже и сделаем вот так теперь у нашей коробки мы нажимаем плюсик выбираем третью строчку пробулин старт пикинг и вот делаем таким образом прорезь давайте посмотрим что получилось окей теперь этот объект мы подвинем вот сюда теперь давайте сделаем объект который будет являться у нас стеклом нажимаем стандартный просто будет бокс и вот отсюда досюда и вот примерно так давайте его сделаем только гораздо тоньше и переместим например по игреку вот сюда и по ширине надо сделать его меньше но чтоб он не выступал я думаю так достаточно внутри мы сделаем два бокса которые будут являться источниками света переносим вот сюда внутрь мы поставим например животное это мы возьмем из твин моушена а рядом вот на этом месте но будет какая штука стоять и ну типа ваза или там что-то и сделаем из нее огонь но этот объект мы удалим внутри твин моушена и в этой области мы сделаем травку которая будет типа расти и и в травке давайте сделаем чайник и чайник мы сейчас сделаем всего лишь с восьмию сегментами чтобы потом в твин моушене вы захотите что-то поменять я вам покажу как это поменять 3d max и чтоб в твин моушене все это применилось и осталось уже ваши там пол работы текстурирования например давайте сохраним сцену просто для себя допустим сцена там три семерки и давайте сделаем какие-нибудь интересные рейки вот выберем бокс и вверх окей теперь посмотрим чтобы они были примерно одинаковые по некоторым осям 8 и 8 квадратная получилась до прямоугольник получился такой ровный и через шив давайте продублируем поставим 20 окей ну например вот так а в конце мы сделаем давайте через копию и меняем один из параметров будет просто кусочек стенки тоже применим какой-нибудь интересный материал который найдем там и давайте еще добавим плен вот такой это у нас будет что-то типа дороги и где у нас будет ездить машина прямо с анимацией двигаться например вот так и потом будет заворачивать тоже через копии давайте сделаем повернем на 90 градусов например вот так замечательно теперь нужно нужно применить материалы таким образом чтобы в твин моушене мы могли их потом заменить то есть сейчас мы экспортируем модель это все будет один материал допустим вы начальник наносите да там допустим стекло оно применяется ко всей сцене поэтому нужно разделить материалы давайте выбираем вот эти наши рейки вот эти наши рейки нажимаем м на клавиатуре стоит компактный редактор материалов и просто вот здесь у нас стоит показать во вьюпорте включена и нажимаем применить раз потом второй вот так и соответственно каждый следующий материал для определенного объекта определенного объекта ступеньки допустим у нас две одинаковые поэтому делаем вот так итак мы видим все объекты стали серыми значит мы применили все материалы нажимаем файл экспорт экспорт и давайте напишем цена можно по-русски fbx формат нажимаем сейф анимация у нас тут никакой нет галочку убираем опускаемся ниже выбираем двадцатый год нажимаем ok еще раз ok далее переходим в твинмошен нажимаем здесь вот импорт еще раз импорт нажимаем open и у меня на рабочем столе файл сцена нажимаем ok опускаемся ниже взглядом и видим вот она вставилась я нажимаю в w да то есть как в играх ходить в sd и и правой кнопкой мыши чтобы поворачивать камеру сейчас вот так это выглядит мы видим что есть определенная высота чтобы не менять стандартную плоскость давайте поменяем высоту самого объекта нашего нажимаем здесь справа выбираем нашу сцену здесь у нас стоит переместить и по z траектории мы просто опускаем ниже ну вот так вот можем еще немного ниже готово давайте нанесем теперь материалы далее поработаем со временем суток погодными условиями там с туманом здесь очень много параметров и как раз покажу вам как в чайнике потом видите сегментов мало он какой-то не сглаженный как потом поменять это все когда мы уже настроим материалы ну типа чтоб в любой момент вашей работы вы могли делать какие-то изменения давайте контролы с нажмем и так благо здесь в фильм мошине есть огромное количество предустановок тех же материалов нажимаем слева раскрыть выбираем например вот эта штука мы хотели сделать стеклом нажимаем материалы глаз и смотрим какое стекло нам подойдет ну например вот это ведь она немного такой с тонировкой скажем так и хорошо отражает замечательно далее выбираем ступеньки давайте посмотрим что здесь есть давайте сделаем их из камня например вот такого плана обратите внимание если вам кажется что ступеньки какие-то крупные да хотя они совпадают с плиткой по идее но тем не менее вы можете делать скейл например сделать их меньше если вам хочется также если мы будем там допустим снег добавлять вы можете включать выключать погодные условия на этой плитке итак давайте теперь применим к нашим стенам тоже какой-нибудь материал посмотрим как это выглядит смотрите есть прикольные материалы гранита например вот этот очень круто давайте его оставим рейки вот эти я хотел сделать деревянными давайте выбираем их как видите он их сортирует по материалам я просто на одну рейку нажимаю он понимает что у них у всех один и тот же материал как бы группирует их находим вот и давайте посмотрим какие есть например вот этот либо по ярче мы что-то тут еще зависимости от освещения может быть не видно видите он достаточно темный и текстуру тоже можно будет настраивать сейчас покажу кстати вот эти рейки неплохие но темноватый кстати color мы можем сами можем сделать светлее давайте ну например оставим вот эти рейки давайте поработаем с ними reflection давайте сделаем побольше чтобы он отражал скейл текстуры давайте просто посмотрим как это будет выглядеть ну например вот так и обратите внимание у каждого параметра есть еще это мор мы можем повернуть нашу текстуру если нам это необходимо мы можем сделать растягивание можем сделать смещение но в общем не суть да в принципе получилось прикольно можно конечно получше понастроить но сейчас я вам просто хочу сделать обзор первого впечатления давайте посмотрим на вот эту плиту и найдем какой-нибудь интересный для нее материал обратите внимание вот этот материал вообще необычным круто смотрится но мы посмотрим кое-что еще и еще обратите внимание видите боковушки они заполняется такой же текстура поэтому если вы хотите что поменять то в 3d max нужно начать разные материалы ну то есть например давайте прямо сейчас это сделаем даже саму интересного насколько это все просто делается или не просто так у меня сцена уехала нажимаю домик и вот здесь ну и сразу и чайник давайте вот мы поработаем чайник мы поставим 32 сегмента думаю достаточно а здесь мы нажимаем правой кнопкой мыши конвертировать в поле нажимаем кнопку полигоны выделяем раз полигон через control 2 полигон и вот здесь соответственно третий полигон нажимаем м ну и какой-нибудь последний материал который мы не выбирали нажимаем применить окей давайте посмотрим control с я сохранил просто сцену и теперь эту сцену нужно экспортировать сцена и перезаменить нажимаем окей окей далее переходим в twin motion и здесь вот в импорте мы нажимаем сцена давайте сразу начальник обратим внимание сцена replace видите с чайник стал сглаженной текстуры у нас все которые мы наносили они остались очень замечательно и теперь вот здесь текстуры мы можем менять то есть можем применить ту же самую текстуру и потом просто сделать настройки вот текстурирование другие ну давайте посмотрим в принципе другую текстуру поинтереснее и сейчас все настроим и все таки я склоняюсь вот к этому кирпичу вот встал я вот перенес сюда и четвертый кирпич смотрите переношу сюда теперь у 4 кирпича я могу даже пипеткой брать материалы и делать настройки давайте скейл посмотрим что у нас здесь я думаю суть вы поняли сейчас не будем над этим заморачиваться смотрите еще какой есть момент текстуры можно двигать назначать скорость например смотрите побежала текстура до либо вот вот так вот так это все необычно выглядит следующее давайте чайник давайте сделаем каким-нибудь интересным металлическим например вот эта текстура она отлично смотрится давайте немного поработаем над ней мы также можем поменять цвет чайнику например сделать его там фиолетовым рельеф мы можем тоже менять либо слабее либо сильнее можем сделать свечение но это мы потом с вами поработаем ту сайт галочка также есть у нас x-ray это просто для себя окей теперь наш материал где у нас будет газон давайте сейчас все сделаем вот мы поставили текстуру газона и теперь сделаем саму траву выбираем трава нажимаем траву которая нам нравится смотрите здесь достаточно много вариантов и так здесь нажали здесь нажали немного уменьшили вот здесь и здесь у нас получился видите вот такой типа сад давайте еще вот тут окей далее давайте проработаем с другими материалами здесь мы попробуем сделать свечение я вам уже показывал что материалы у каждого можно сделать но также есть заготовки которые называются не он это у нас мерцающий не он давайте выберем вот например обычный свет также мы можем сделать обратите внимание цвет и какой удобно например там желтоватый оттенок да вот нажимаем ok скейл у нас ни на что не будет влиять а вот параметр glow влияет на силу нашего света и есть температура света соответственно также у общего кадра есть настройки экспозиции тоже света и многих других параметров мы с вами сегодня посмотрим теперь давайте сделаем нашу дорогу материал применили просто общий материал сейчас вам для наглядности покажу библиотеку давайте перейдем назад назад и здесь у нас есть объекты в том числе машины например выберем сразу тачку тачки понятное дело не существующих брендов давайте перенесем вот сюда цвет мы можем выбрать обратите внимание из предустановок и далее сделать перейти в контекст и сделать патч выбираем кастомный или вот есть машина сразу и нажимаем рисовать и например вот отсюда ставим точку только вот щелкнули раз и понесли сюда и вот сюда ну и далее пусть она там едет пусть у нас дорога и не доделана давайте вот так сделаем окей обратите внимание что он сразу делает трафик машин так как мы выбрали машины давайте что-нибудь посмотрим что у нас можно поменять в какую сторону ехать это количество полос скорость машин давайте сделаем 10 км в час ну окей пусть у нас много машин ездят а это мы просто туда уберем обратите внимание что в тачке сидят люди тачки у нас поворачивают такая вот у них траектория получается ну довольно все классно далее вот этот материал точнее объект мы можем просто delete нажать и обратите внимание нажать objects и давайте что-нибудь посмотрим кстати обратите внимание у нас есть отдельно разметки даже давайте выберем вот этот объект поставим его вот здесь и добавим огоньку наверх давайте еще поменяем вид на заднем фоне для этого переходим в настройки камера здесь у нас кстати есть угол обзора ну 90 он стандартный очень хороший угол обзора можно сделать больше можно сделать меньше кстати есть хорошая функция которая часто в архитектуре используется это параллельные линии можно включить можно выключить визуальные эффекты разные фильтры кстати по стерилизации здесь много всякое различное интересно она есть также вот в этом окошке если что ну там уже другая идет и во вкладке локация давайте background поставим pictures вот мы можем менять задний фон ну пусть вот этот далее давайте перейдем сюда и в погоду в погоде у нас есть соответственно погодные условия можно добавить там дождика и если у нас включен дождь и мы сделаем сезон например зима соответственно он превратится у нас в снег вот так это выглядит все давайте посмотрим на сцену трава у нас тоже замерзла кроме текстуры соответственно этой зеленой ее нужно менять вручную ну давайте выберем сезон какой и был обратно и обратите внимание у нас здесь даже дождик капельки воды помимо огня кстати есть еще эффекты там водопада и так далее можно сделать что как они стекают по стене например обратите внимание как с этой стороны классно смотрится ну типа стекла нету да и вон стекло отражает тоже наши светящиеся объекты осталось добавить нам человека давайте добавим человека нет животное например вот мы хотели вовнутрь какое-нибудь животное например давайте кошечку вот она будет кошечка только сейчас давайте попробуем еще раз он ее сразу делает ну приковывает к плоскости что очень удобно давайте поставим вращение повернем ее и у персонажа есть разная одежда и есть разные позы возможно у кошечки тоже давайте посмотрим нет у кошечки никаких других параметров нет ну ладно например сделаем вот такой вид давайте немножко рейки больше захватим далее нажимаем здесь внизу экспорт давайте сначала имидж просто сделаем можно нажать дополнительные настройки но перед этим нужно войти во вкладку медиа нажать имидж например создать изображение окей то же самое делаем панорама создать и далее вот экспорт здесь теперь будут активны вкладки есть 3d вид давайте посмотрим на картинке 3d вид motion blue можем поставить ну вот эти все галочки давайте поставим посмотрим что будет переходим в экспорт нажимаем здесь выбрать картинку нажимаем старт экспорт и на рабочий стол допустим там в новую папку мы это сделаем давайте посмотрим что получилось ну это для 3d изображения в принципе ну прикольно давайте сделаем обычную картинку теперь вот так это выглядит обратите внимание вполне круто давайте попробуем еще сделать убрать дождь и сделать ночь и кстати еще стоит очень важно сказать можно локацию вот так вот брать и на картах знаете очень многие здания в 3d брать конкретную локацию он вокруг обставит 3d сными зданиями ну коробками знаете простыми и ваша локация типа если строится объект в этом месте будут как раз среди реальных объектов это первое и второе есть еще кисточка которая позволяет менять ландшафт например можно его там вогнуть либо наоборот сделать выпуклым и тачки когда будут ехать они будут прямо опускаться в ландшафт подниматься ну короче вот все продумано здесь и так создаем заново картинку и панораму и далее делаем экспорт давайте картинку и сразу панораму сделаем нажимаем старт выбор и так давайте посмотрим результат выглядит просто офигенно вот с такого кадра очень легко сделать видос на youtube ссылка сейчас появится выше и по-моему я хотел отключить дождь и забыл это сделать ну ладно не суть я думаю вы все поняли и соответственно также можно на деревце добавить и зимой она будет другого цвета такого более белого до листья белые какие-то станут можно смотрите желтыми сделать можно включать выключать влияние ветра на листике и вдруг у вас не получается установить эту программу просто вкратце скажу она находится у нас в эпик гейм то есть здесь здесь же у нас движок unreal engine и некоторые игры здесь можно скачать twin motion итак видео подошло к концу с вами был артем майко пишите мнение насчет этой программы как она вам подписывайтесь на канал ставьте лайки и всего доброго всем пока